Здравствуйте, добро пожаловать на портал Невроза Мегаполиса, меня зовут Алексей Красиков. Давно не снимал никаких лекций. Итак, сейчас очередная видео лекция для зрителей канала Невроза Мегаполиса и моих клиентов, ожидающих консультирования. Как обычно, продолжаем тему вегетососудистой дистонии, панические атаки, агорафобия и все, что связано с вашими страхами за собственное здоровье, за собственную жизнь, избегание передвижения только с помощью родственников или близких, всевозможных вегетативных симптомов и так далее. Сегодняшний ролик, в принципе, будет разъяснять важную тему. Об этом я говорил на своем последнем вебинаре, который был посвящен депрессии и личностному росту, и большое количество людей, которые обратились ко мне с просьбой объяснить это широкой массе людей, а не только тем, кто приобрел этот вебинар. Напоминаю, что все вебинары, практические работы с симптомом по работе с панической атакой, с агорафобией, с навязчивостью, вы можете приобретать на сайте Безневроза.ТВ. Но прежде чем это сделать, я вам рекомендую посмотреть 4 шага, которые на этом же сайте есть. Каждый шаг – это большое количество видеосборников, видеолекций, посмотрев 4 шага, которые вы однозначно сможете разбираться в вопросах вегетососудистой дистонии, панического расстройства, агорафобии и так далее. Если вам понадобятся дополнительные материалы, связанные с практическими упражнениями, связанные с более глубокой сутью проработки этого вопроса, вы можете перейти в магазин сайта и воспользоваться дополнительными материалами. Сегодняшняя лекция будет очень для вас важная, потому что многие ребята ассоциируют паническую атаку, или агорафобию, или навязчивые мысли, или вегетативное напряжение с неврозом. Благодаря вашему покорному слуге и благодаря работе других ребят в интернете, благо уже термин ВСД не так часто встречается, хотя по-прежнему, конечно, есть те, которые считают, что не болеют вегетососудистой дистонии. Это новички, которые только-только пришли и смотрят видео. Я сегодня для всех еще раз кое-что хочу объяснить. Что давайте все-таки разбираться, что же такое вегетососудистая дистония, что же такое паническая атака, что же такое агорафобия и что такое невроз. Ведь сейчас эти термины перепутались, и людям кажется, что ВСД, паническая атака, невроз – это все одно и то же, и все это устраняется с помощью определенных методов, непонятно каких, в виде какой-то странной беседы с психотерапевтом. Из этого люди говорят, как я могу вылечиться от тахикардии или от диареи просто разговором. Ну, как-то странно, да, это звучит. Вот это звучит странно потому, что вы не понимаете суть вопроса, и я попробую сейчас ответить на него очень подробно. Итак, давайте посмотрим. Возьмем для полноты примера агорафобию с панической атакой. Я вам сейчас нарисую то, как это выглядит. А на верхушке айсберга у нас есть, я напишу коротко, да, агора. Это пик изоляции, когда человек уже не выходит из дома, он боится передвигаться самостоятельно. Сейчас не важно, что в генезе агорафобии, либо паническая атака, либо страх за собственное сердце, за дыхание, еще что-то, это сейчас не столь важно. Верхушка – это агорафобия. Под агорафобией есть два варианта. Возьмем как раз этот генез. Либо это паническая атака, либо это любая другая софобия. Фобия. Ну, например, человек имеет агорафобию, потому что он боится испытать паническую атаку на улице, и поэтому он изолируется. Или человек изолируется, потому что он боится передвигаться самостоятельно, ввиду того, что ему кажется, что у него будет инфаркт, разорвется сердце, что-то с сосудами случится, и он потеряет над собой контроль, потеряет сознание, совершит неконтролируемый поступок. То есть, сейчас эта структура не столь важна, главное, чтобы вы понимали суть. То есть, в структуре агорафобии, как механизмы изоляции, избегания, может быть как паническая атака, как отдельная страшилка, как приступ, так и множество наличий других фобий. Понятно? Окей. И вот многие думают, что вот здесь этим всё, собственно говоря, и граничится. Что вот есть агорафобия, как механизм изоляции, и есть под ними вот то, что происходит. Например, тахикардия, нехватка воздуха и так далее. И многие думают, что вот это всё. А вот здесь как раз колоссальная ошибка возникает. Потому что у вас возникает паническая атака и прочие вегетативные расстройства, ощущения, ввиду того, что есть ещё один слой. Он называется вегетатика. То есть, это ваша вегетативная нервная система. И возникает следующая структура, что есть вегетативное напряжение, тахикардия, повышенное давление, чувство нехватки воздуха, тремор, рук, конечностей других, дисфункция кишечника, всевозможные боли, головокружение, чувство нереальности, общее плохое разбитое самочувствие, общее состояние напряжения, состояние скованности мышц. Вот это всё возникает на этом уровне. А теперь смотрите, что у вас сначала возникает вегетативное напряжение, вследствие чего вы можете испытать паническую атаку, потому что вы это вегетативное напряжение просто-напросто неправильно восприняете. Вы восприняете вегетативное напряжение как угрожающий жизни приступ, у вас будет паника. Если вы хотите об этом подробнее, смотрите мои другие лекции. Сейчас мы не будем об этом останавливаться. И получается следующее, что есть структура вегетативного напряжения, отсюда бывают следующие либо панические атаки, либо, например, кардиофобия, страх этого самого вегетативного напряжения, потому что вам кажется, что вы умрёте от сердца. Потому что у вас есть вегетативное напряжение, а следовательно изоляция. Понятно, что это структура? Телесный симптом, страшилка этого симптома – изоляция. Но на самом деле это тоже не всё. Ваше вегетативное напряжение возникает не просто так на ровном месте дома и на улице. Ваше вегетативное напряжение возникает потому, что есть определенный внутренний конфликт. Сейчас я буду кое-что важное говорить. Вот есть люди, которые, как вам кажется, давайте так, есть некоторый внутренний конфликт. А теперь ответьте мне, пожалуйста, на вопрос. Паническая атака и агорафобия имеют вообще отношение к внутреннему конфликту или, допустим, к детству? Нет, никакого. Паническая атака как пароксизмальный приступ или фобия или механизм избегания – это вообще, в принципе, изолированная история. То есть, если это вот так вот убрать, то по большому счёту ни к детству, ни к внутреннему конфликту паническая атака чисто технически не имеет никакого отношения вообще и к агорафобии. Потому что это отдельный механизм, который отдельно крутится, потому что у человека есть вегетативное напряжение, которого он боится и которое доставляет ему страх. И здесь мама, папа и детство ни при чём абсолютно, это естественно. Но есть такая вещь, которая называется внутренний конфликт в динамической концепции, либо в когнитивной, где есть убеждение и противоречие этим убеждениям. Сейчас не столь важно, с какой стороны мы будем рассматривать. Я просто рассказываю глубокое понимание сути панической атаки, ВСД и невроза. Внутренний конфликт возникает, потому что у человека есть самое главное – это его миро-воззрение. Мы сейчас так и напишем отдельно, правда, миро-воззрение. Ну, чтобы разделить. Что такое миро-воззрение в психотерапии? Под понятием миро-воззрение мы понимаем способность думать и вести себя определённым образом. Именно миро-воззрение вступает в конфликт с некоторой реальностью. И вот на грани миро-воззрения и реальности и формируется тот самый внутренний конфликт. Это можно нарисовать как раз вот здесь. Вот на этой вот грани. Именно вот это противоречие вашего миро-воззрения и реальности формируется внутренний конфликт. Внутренний конфликт мира-воззрения и реальности вызывает естественное вегетативное внутреннее напряжение. Вегетативное внутреннее напряжение вами трактуется уже как приступ или угроза жизни. Он развивается либо в фобию, либо в паническую атаку. Отсюда возникает агорофобия. Поэтому, когда мне говорят, что паническая атака и агорофобия связаны с мамой, с папой и нужно копошиться и искать что-то, это неправда. Но тут же люди отрицают понятие внутреннего конфликта. И это говорит о том, что эти люди не очень хорошо образованы. Потому что паническая атака и любая фобия за дыхание, за сердце и так далее, связаны с наличием вегетативного напряжения. А наличие вегетативного напряжения связано с наличием внутреннего конфликта. Внутренний конфликт связан с мировоззрением. Способностью человека, а, думать определенным образом. Что такое хорошо, плохо, нужно, не нужно, должен, не должен. Эмоционально себя определенным образом вести. Способность выражать свои эмоции или подавлять их. И третье, способность себя вести определенным образом в виде поведенческой сферы. Как я буду себя вести, буду ли я говорить, могу ли я говорить нет или нет, я говорить не буду. Буду ли я стараться быть для всех хорошим и правильным. То есть, вести себя определенным образом. Перепроверять или изолироваться. Или наоборот избегать. А вот и это мировоззрение как раз формируется в детских отношениях в родительской семье. Напишу просто детство. Семья. Вот почему в психотерапии, в психоанализе детство относится очень серьезно. Еще раз, смотрите. Детство формирует определенное мировоззрение. Думать, эмоционировать и вести себя определенным образом. И отсюда же берется еще модель семьи, кстати говоря. Которую вы потом будете переносить в настоящее. Вот в детстве формируется это мировоззрение, под которым мы понимаем очень много философских категорий. Поверьте, просто так сейчас вам объяснить, что такое мировоззрение, мне будет очень долго. Потому что это нужно разобрать, что такое когнитивный аспект, что такое мысль, как человек мыслит. Причем здесь детство его мышление. Вы же учитесь думать именно в детстве. Это когнитивная психотерапия. Как человек может испытывать эмоции. Это гешталь психотерапия, выражаться в настоящем. Экзистенциальные философские вопросы смысла жизни, бессмысленности, одиночества и так далее. Всевозможные другие направления. Все это формируется в мировоззрении. Потому что сейчас так просто вам висеть, что такое мировоззрение я не смогу. Но я придумал такой термин, как мировоззрение. Как я смотрю, взираю на мир. Понятно? Вот это мировоззрение вступает в конфликт с реальностью. Теперь некоторые умники скажут, у каждого человека есть мировоззрение, правда? Но что-то и у многих оно вступает в конфликт с реальностью. Но не у всех есть панические атаки. И они будут абсолютно правы. Потому что ваше мировоззрение постоянно вступает в конфликт с реальностью. Разница лишь в том, что те ситуации, в которые вступает в конфликт с реальностью обычного человека, они могут разрешаться. Так или иначе, он это противоречие как-то разрешает. А вот если у моего клиента его мировоззрение настолько негибко и узко, что оно постоянно вступает в конфликт с реальностью, оно так или иначе вызовет внутреннее противоречие между реальностью и мировоззрением. И это вызовет вегетативное напряжение в теле, естественное. И это вегетативное напряжение в теле у тревожно-мнительной личности вызовет панику и страх. У нетревожно-мнительной личности вызовет просто либо фобию, либо другие обсессивно-компульсивные симптомы. И уже из этого может вырасти агорофобия или обсессивно-компульсивное расстройство. Или другое невротическое расстройство. Поэтому психотерапия работает с понятием именно вот таким. Вот я такую стрелочку сейчас нарисую. То есть, когда ко мне приходит клиент со словами «Алексей Юрьевич, здравствуйте, у меня агорафобия, паническая атака, нехватка воздуха и прочие другие страшилки, умереть, задохнуться, потерять над собой контроль, бла-бла-бла-бла-бла-бла», он ко мне приходит вот с этим. И считает, что достаточно вот эта вся его проблема. На первом этапе я примерно так и работаю. Мы действительно работаем с агорафобией, используя определенные упражнения. Мы действительно работаем с панической атакой, используя определенные упражнения. И мы действительно работаем с фобиями, используя определенные упражнения. Затем мы начинаем понимать, почему его вегетативная система вообще напряжена. и как она может быть напряжена для того, чтобы снизить беспокойство за это напряжение, чтобы не было ни ПА, ни других фобий. Соответственно, чтобы он мог спокойно передвигаться. Когда вот эта образовательная, научающая-поведенческая экспозиционная часть закончена, он уже может спокойно ходить, и у него нет панических атак. Но ему что-то как-то хреново, потому что вегетативное напряжение всё равно осталось. Многие мои клиенты или зрители канала Невроза Мегаполиса говорят, Алексей, благодаря твоим видео у меня нет больше панических атак, и я не боюсь, но вегетативное напряжение и какая-то тревога какая-то осталась. Ну нет панических атак больше, спасибо тебе большое. Но как-то что-то мне не лучше. Потому что вегетативное напряжение сохранилось почему? Бессонница, напряжение и так далее. Потому что сохранилось внутри психики внутреннее противоречие. А внутреннее противоречие с реальностью сохранилось потому, что есть по-прежнему старое мировоззрение. Старое мировоззрение упражнениями с панической атакой с агорофобией не прорабатывается. Это разные кластеры. То есть, если я сейчас буду застриховывать, то я бы застриховал это вот примерно вот так. Что сначала я бы работал и работаю именно вот в таком аспекте. То есть, сначала я работаю с агорофобией, панической атакой и страхом. То есть, вот это первый пласт. Затем второй пласт. Вегетативное напряжение. Ну, в принципе, на самом деле нет. Здесь можно в одном взять. Давайте это в одно объединим. Давайте я застрихую сейчас. Вот так мы сейчас делаем, чтобы было видно. Вот это первый этап работы психотерапевта. Я, правда, не знаю, будет ли вам видно, что я здесь застриховал, но я поясню. Итак, вот это не видно. Неважно. Тогда я пальцами покажу. Вот эти три пункта – это первый этап работы. Мы работаем над агорофобией, над вашими другими фобиями, над панической атакой и понимание сути вегетативного напряжения. Вот это будет первый этап. На этом этапе вы потеряете симптом паническая атака, потеряете фобию, но многое не изменится, потому что сохранится ваше внутреннее противоречие, потому что осталось ваше мировоззрение. И вот дальше работать я буду с вашим мировоззрением. То есть, как только у вас тухнут панические атаки, как только у вас тухнут страшилки, и вы начинаете вот это понимать, я спускаюсь дальше к вашему внутреннему конфликту и мировоззрению. И работа с мировоззрением – это и есть психотерапия невроза. Потому что невроз – это конфликт мировоззрения и реальности. Вот где невроз закончен. Вот. Вот это невроз. То есть, вот мировоззрение и реальность – это невроз. Паническая атака и прочие симптомы – это вегетососудистая дистония, то, что привыкли называть в Советском Союзе, но на самом деле это называется телесное или эмоциональное проявление невроза. Мировоззрение приводит вас к внутреннему конфликту. Внутренний конфликт приводит к вегетативному напряжению. Поэтому разделять, точнее, объединять паническую атаку, агорофобию, ВСД и невроз в одну систему нельзя. Это разные вещи, но они вытекают друг из друга. Когда меня спрашивают, был такой в институте очень интересный вопрос, который мне задали. И мне говорят, Алексей, можно ли пить кофе при неврозе и при ВСД? Вот я, когда отвечал на этот вопрос, я ответил очень интересно. Вот послушайте, я говорю, при неврозе кофе пить можно, а при вегетососудистой дисфункции или паническом расстройстве нежелательно. Попробуйте проследить логику моих мыслей. Почему я так ответил? Объясняю. Многие догадались. Невроз – это проблема мировоззрения. Мировоззрение вашего, как вы привыкли думать, и вашей жизни объективной вокруг. И как здесь кофе на это влияет, на ваше мировоззрение? Ну, никак. Но когда обычный человек выпьет несколько чашек кофе или даже одну крепкую, кофеин призвал стимулировать центральную нервную систему. И любая регитативная нервная система усилится. Поэтому, когда мне задают следующий вопрос, можно ли пить кофе или таурино-содержащие напитки, бодрящие, при паническом расстройстве, я скажу, что не рекомендуется. Потому что именно кофеин и таурин стимулируют вегетативную систему. И если вы тревожно-мнительный, то вы можете лишний раз спровоцировать ваш страх, потому что ваша вегетативная система и без того будет стимулирована. Она и так стимулирована внутренним напряжением. Вы добавите стимулирование, и вы просто можете сами испугаться того, как вы себя простимулировали. Понятно? Поэтому, когда мне говорят терапия невроза, я это понимаю более правильно. Потому что, когда мне говорят, Алексей Юрьевич, терапия невроза, это имеется в виду характер, мировоззрение и реальности. Здесь же экзистенциальная тема смерти, тема убеждений, тема мыслей, эмоций, выражать свои эмоции, быть настоящим, быть ненастоящим. Вот это терапия невроза. А когда мне говорят слово ВСД или паническая атака, то это верхушка айсберга. Поэтому мы начинаем всегда с чего? Мы начинаем всегда сверху, продвигаясь вниз. Никогда не заканчивайте вашу терапию, как только вам станет легче с паническими атаками, и вы поймете, что это не смертельно. Да, вам станет легче. Но если вы закончите вот на этом вот этапе, вы сохраните вегетативное напряжение. И в целом счастья не будет, потому что проблема мировоззрения останется. Возможно, не будет панических атак, потому что вы перестанете их бояться. Возможно, не будет изолированных фобий, потому что вы научитесь ходить самостоятельно. Но о гармоничной личности и о счастливой личности речи пока не идет, потому что рано или поздно ваше мировоззрение опять встанет в конфликт либо с вашими родителями, на работе, с близкими, в сексуальной сфере, в рабочей, в карьере, в профессиональной, в семейной и так далее. И пока мы с вами не проработаем вот это мировоззрение, и вы не поймете, в чем был косяк, ничего не изменится. Я надеюсь, вы сегодня более четко поняли структуру работы психотерапевта. И последнее. Психотерапия – это не просто разговор по душам. Это конкретные техники, направленные либо на работу с агорофобией, с панической атакой, с другой фобией. Это техники, научно доказанные. Это обучающие программы понимания вегетососудистой дисфункции. И это большой философско-обучающий процесс, благодаря которому вы можете поменять собственное мировоззрение так, как вы хотите. Я не буду вам говорить, вы знаете, вот твое мировоззрение плохое, а вот твое хорошее. Нет. Я буду благодаря своим знаниям и опыту показывать вам конкретные направления, где ваше мировоззрение противоречит самому себе, что вызывает ваш внутренний конфликт. И вы научитесь самостоятельно менять ваше мировоззрение. И не будет никаких внутренних конфликтов. И последнее. Детство. Детство трогать по большому счету особо не нужно. Единственная задача этого детства – это просто связать, что мое мировоззрение, оно на самом деле было заимствовано в детстве. Вот я в детстве так думал, и в детстве так себя вел, и с детства старался делать что-то. И по-прежнему сегодня мне 30 лет, а я все время делаю то же самое. Потому что вы мировоззрение притянули с детства. Вот если у меня девочка всю жизнь старалась доказывать маме и папе, что ее можно любить, и она для этого делала какие-то вещи, это и есть ее мировоззрение. И девочке на минуточку 35 она все еще делает то же самое. Если у меня мальчик с детства считал, что он какой-то слабый и хилый, потому что папа ему все время так говорил, и он всю жизнь пытается папе доказать, что он на что-то способен, а ему на минуточку 35 – это то же самое. Поэтому нам детство нужно в анализе для того, чтобы понять, как, благодаря каким обстоятельствам ты сформировал свое мировоззрение. Потом, благодаря каким обстоятельствам твоей реальной жизни это мировоззрение конфликтует с твоей реальностью, что вызывает твой внутренний конфликт и, следовательно, вегетативное напряжение, вследствие чего вот все и происходит. То есть, это первый этап, это второй этап. На эти два этапа уходят по-разному по времени. Главное, чтобы вы поняли, что психотерапия – это не просто болтовня. Это управляемый процесс, который имеет свои заказы, как мы говорим в психотерапии стадии, работа с симптоматикой, обучение клиента, поиск, анализ внутреннего конфликта, анализ мировоззрения и его формирования и новые изменения их тестирования. Это целый очень интересный процесс. И это можно назвать внутренним ростом. Потому что, благодаря психотерапии, вы будете оглядываться назад и говорить, блин, что-то я как-то вел себя не совсем конструктивно, блин, как я мог так негибко смотреть на вещи, блин, почему я так себя вел. Только благодаря работе с психотерапевтом вы можете, во многом благодаря работе с психотерапевтом, вот так вот смотреть на вещи. И это значит, что вы меняетесь. И моя задача – не убрать у вас панические атаки в глобальном смысле. Это лишь в начале. Это несложно, поверьте. Сделать так, чтобы у вас не было острых симптомов не так уж и тяжело, а вот сделать так, чтобы у вас вообще не было сильного вегетативного напряжения. Вот это нужно постараться. Потому что мне нужно научить вас гибко смотреть на вещи. И вот этому, этим и занимается психоаналитическая, когнитивно-поведенческая психотерапия. Добро пожаловать на портал Невроза Мегаполиса. Смотрите остальные лекции. Ваш Алексей Красиков. До встречи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok